МХ-17, о чем Нидерланды и Австралии собираются говорить с Россией. ИИСИ, Германия. Флориан Рюцер. ИИСИ, Германия. 14 мая 2019 года. В мае прошлого года правительство Нидерландов и Австралии прямо обвинили Россию в том, что ТАСС била в небе над восточной Украиной самолет, выполнявший рейс МН-17. При этом было объявлено, что планируются дополнительные шаги в этом направлении. Ранее совместная следственная группа, ЯИНТ Инвестига Тион Тян, ИИТЬ, ведущая расследование под руководством Генеральной прокуратуры Нидерландов, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, заявила, что, учитывая имеющиеся в ее распоряжении фотоматериалы, убеждена в том, что установка, с которой была запущена ракета БУК, сбившая самолет, принадлежала российской 53-й бригаде из Курска и была ввезена на территорию Украины, а затем вывезена обратно. Хотя после доклада ЯИТ по-прежнему оставалось множество вопросов без ответов, в первую очередь, касавшихся доказательств чьей-либо ответственности за катастрофу, которые могли бы учитываться судом, правительства Нидерландов и Австралии поспешили обвинить в крушении МН-17 Россию. Из тактических соображений они не позволили Украине присоединиться к ним, потому что ее участие в ЯИТ многие оценивают критически, так как Украина непосредственно вовлечена в конфликт. Примечательно, что к инициативе не присоединились ни Малайзия, ни Бельгия. В марте 2019 года в совместном заявлении Нидерландов и Малайзии было лишь отмечено, что расследование будет продолжено, чтобы в итоге удалось выяснить правду и наказать виновных. О России при этом не было сказано ничего. Кроме того, было заметно, что Нидерланды и Австралия, возлагая ответственность за гибель МН-17 на Россию, не рассчитывали на значительный прогресс в расследовании обстоятельств катастрофы. Так, было подчеркнуто, что шаги по привлечению какого-либо государства к ответственности в соответствии с международными законами не имеют ничего общего с привлечением виновных к уголовной ответственности. В качестве первого шага они призвали Россию к переговорам, чтобы найти решение, которое было бы адекватно страданиям и ущербу, вызванным катастрофой МН-17. Тогда, по мнению обеих стран, этим делом могли бы заняться какой-нибудь международный суд или какая-нибудь международная организация. При этом Украина уже получила первую оплюху от Международного суда ООН. Киев обвинял Россию в поддержке незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые, по его утверждению, сбили Боинг, обстреливали жилые кварталы в Волновахе, Мариуполе и Краматорске, а также несут ответственность за теракты против мирного населения в Харькове в 2015 году. Суд, однако, счел недоказанными утверждения, что Россия на государственном уровне поддерживает терроризм, и отверг меры, инициированные украинской стороной. Первые слушания назначены на начало июня. Кроме того, Украина до сих пор не ратифицировала так называемый Римский статут Международного уголовного суда. Россия в 2016 году вышла из него под предлогом того, что суд работает неэффективно и односторонне, что правительство США борется с ним и не признает его. Так что для Нидерландов и Австралии речь, видимо, идет о том, чтобы заставить Россию хотя бы косвенно и частично признать собственную вину в катастрофе МН-17 и выплатить компенсацию родственникам жертв трагедии. Впрочем, нет сомнений в том, что Россия не поддержит уголовное расследование и не предъявит доказательств причастности ее военных к катастрофе. С сентября 2018 года Россия настаивает на том, что не ввозила ракет типа БУК на восток Украины. По ее утверждениям, ракета, сбившая Боинг, была увезена на Украину еще в 1986 году и никогда не возвращалась на территорию России. Москва настаивает на том, что видео, свидетельствующие о транспортировке ракеты на Украину, поддельные. Кроме того, ЕТ не требовала соответствующих данных от Украины и США и при этом проигнорировала данные, предоставленные российской стороной. По словам главы МИД Нидерландов Стефа Блока, Стеф Блок в марте состоялась первая встреча в трехстороннем формате, содержание которой он, однако, отказался раскрыть. В России об этом не говорили ничего, упоминая лишь о высказывании Блока. А теперь официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила голландскую сторону в том, что та не опубликовала и даже не передала парламенту внутренние документы, в которых содержится информация о причинах, по которым никто не может или не хочет возложить ответственность за катастрофу МН-17 на Украину, не закрывшую свое воздушное пространство для полетов. Как в свою очередь заявили представители правительства Нидерландов, документы не были опубликованы потому, что в таком случае обвиняемой стороне было бы слишком легко строить защиту. Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, было сказано, что Украина после инцидента с МН-17 увеличила высоту полетов гражданских самолетов с 8 до 10 километров, однако не из стратегических соображений, а с целью защиты гражданской авиации в соответствии с развитием конфликта. Кроме того, правительство Нидерландов добавило, что хотя Украина не предоставила всю информацию, обвинять ее в том, что ее воздушное пространство оставалось открытым, не приходится. Убедительным назвать этот аргумент нельзя. В этой связи Захарова обвинила правительство Нидерландов в том, что оно скрывает важные доказательства. В этих документах, по ее убеждению, может содержаться информация, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство. Предположительно, Киев попросту не хотел терять сборы за пролет иностранных самолетов над ее территорией. Впрочем, по мнению Захаровой, дело еще и в том, что скрываемые голландской стороной данные могли бы представить ситуацию с катастрофой в ином свете, а сами голландцы хотят вывести из-под удара Украину и всю ответственность возложить на Россию. Поскольку публикацию документов потребовали депутаты, можно предположить, что у них были обоснованные подозрения в том, что Киев не осознавал риски для гражданских самолетов, связанные с отказом от закрытия своего воздушного пространства над зоной конфликта. В действительности же это наряду с поиском виновных в катастрофе является ключевым моментом. Немецкий эксперт по воздушному праву Эль Маргемула, Эль Маргемула, представляющий интересы немецких жертв, еще в ноябре 2014 года обратился в Европейский суд по правам человека. Основанием для обращения было убийство по неосторожности. Требования – компенсация в размере миллионов евро. Впрочем, суд затягивает рассмотрение данного дела, которое к тому же проходит в закрытом режиме. В январе 2018 года было заявлено, что в обозримом будущем будет принято решение о допустимости этого иска, но с тех пор вновь воцарилась тишина. Это очень щекотливый момент, которого на Западе, очевидно, не хотят касаться. Примечательно, однако, что на Западе никто не критикует Киев за то, что он в рамках так называемой антитеррористической операции задействовал вооруженные силы, а затем и вовсе ВВС против мятежных украинцев, организовавших движение против Майдана, из-за чего конфликт, собственно, и обострился. А теперь представьте себе, что могло бы произойти, если бы правительство Януковича назвало участников протестов на Майдане террористами и направило против них танки и армию. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.